Всякий раз Всякий раз, когда я вижу себя в этом месте, я отмечу силуэту из Нью-Йорк, стоней джунглей. Девять лет тому назад, 9 лет назад, это силуэт был добавлен с винт. Так красиво, что они называли два высоких зданий в Нью-Йорке, зданий в Международном торговом центре. Они были вот там. Они были только там. Сейчас там нет. Эти символы Нью-Йорк еще не существуют. Поэтому будут другие символы. Не волнуйтесь, там будут другие символы. Да, ты прав. Там будут другие символы, исламские символы. Вы правы абсолютно. Абсолютно. Они смеялись. Я не верю. Но после удачи с террором, я попросил продолжить всем. И вот совсем недавно, в интернет-всем журнале, мы здесь обыкновена последняя статья, которая называется смертоносная лава. И вот тогда еще, в 7-м веке, тогда, в 7-м веке, они kabulили ислам, что они kabulили того, что они kabulили ее. Аккуратно видели ее. Немного понимания ее. Немного читания. Немного читаем в Искрики. Немного, мы остались в тени. Но осознанно купившими. Немного, они норазили, а также на голову. Или заслужим. К으рти му. Инжиния. Вот видите, летает вертолёты. Они всё время летают. Мы уже привыкли к летающим вертолётам. Это вызвано, прежде всего, опасность. Это вызвано, прежде всего, опасность. Что произошло тогда? Что произошло тогда? Вахабайты уничтожили Центр мира. Вахабайты, называющие себя мусульмами, appropriated with мусульмами, appropriated мусульмами. В самом деле, они не имеют отношения к мусульмам, к исламу, а не имеют, что для них не существует на святой книге всех мусульман – Коран. 250 лет назад, в середине 18th century, Мухаммад ибн Абд Аль-Вахаб, Мухаммад ибн Абд Абд Аль-Вахаб. Мухаммад ибн Абд Аль-Вахаб. Мухаммад ибн Абд Аль-Вахаб был спиритул, combated for the perfecting of the person. Вахабайты обрежали спиритул жихад, и они обрежали Коран. Для них, и сейчас свят, только книга Вахаб об чистом виде исламных вероятности. А это уже была чисто, откровенно, политическая идеология. Для религии не было отношения, и не было сегодня. И их основная задача была распространять ислам, и они считали как мусульмами только сами, только те, кто профессор вахабизм. И другие люди, в том числе, мусульмами, шииты, суфисты, все мусульмами были для них инфидели. Вахабайты положили себя на территории и все остальные на территории войны. Соответственно, в их теории, жизнь всех живых на территории войны не блесена, так как не посещена Аллах. Поэтому все живые в этой территории могут быть убеждены. Это не только возможно, что каждый мусульм должен это сделать, он или ее мусульмами на земле. Поэтому когда мы говорим о борьбе терроризм и расследовании на это, мы никогда не сможем решить этот проблем мы никогда не решим. Как мы не поймем это проблем не поймем это проблем не поймем это проблем необходимо не поймем что ваххабизм это политический месонтроп идеолог и с таким идеологом это необходимо страдать. Как в прошлом люди страдали с нацистм нацистм и нацистм и идеологии и предупредить его всегда, и анксессурия к этому идеологии, и вот за этой политической идеологии парцейн на странице. В каждой человеке, каждому человеку, любому демократическому суду, гарантированному человеку. Каждый человек может верить в то, что он или она хочет, к чему он или она хочет, к чему он хочет, к чему он или она хочет. Это правильно, это право каждого человека. Да, ты можешь поклоняться огонь, пожалуйста, но не заканчивай мою дом. Ты можешь поклониться огонь, пожалуйста, не наканчивай мои ноги, но не наканчивай их к голове, но не сделай его к голове. И Вахабайты работают именно это. Но они ничего не слышат. Обратите внимание, в Рамадан, и это самый секретный праздник для муслендов, когда революционные семьи, но несколько лет назад в Мумбай, в Индии, during a Friday prayer, the mosque has been blown up and tens of praying Muslims were torn in pieces. More recently, also in Ramadan, apparently on September 9, 2010, in Pakistan and Afghanistan Вахабайты have blown up mosques and praying Muslims, including children, were perished. But if Вахабайты kill the people professing Muslim doctrine, it means they don't profess that religion. Despise it, hate it, also they hate the people who are professing Islam. But why? Because their main task is a military jihad. By means of the constant military jihad to Islamize the whole world and to create the world caliphate. And in this caliphate to place only those who is professing Wahhabism and force all other people to work on them, to become slaves. This is a political problem of Wahhabites. But which religion does put political problems before the flock? No, there is not such religion. More than that, in Saudi Arabia, in Mecca, in Medina, Muslim sacred places and reliefs are destroyed. On a place of holy places, the expensive hotels, huge buildings are constructed. For Wahhabites, there is nothing sacred. Any religion is given to the people. It is for the people, in order that they could be improved, be spiritually equipped. Wahhabites assert that they, having read Muhammad ibn al-Wahhab's book about cleanliness of Islamic belief, are already spiritually equipped. Maybe this their spirituality has a sign minus if this spiritually leads to murder, to destruction of human life, the life of one's neighbor. Is it really a religion? So, I consider only when our politicians will understand that they deal not with a religion, but with a pseudo-religion, or, more exactly, with a misanthropic military political ideology, with which not only it is possible to reach any positive results in the struggle against terrorism, but it is necessary to struggle, only then it will be possible to reach any positive results in the struggle against terrorism. And if we continue to treat Wahhabism as to a religion, God forbid to touch, our struggle will be doomed to defeat. Don't forget, many politicians consider it is impossible to struggle with terrorism, because that means to fight with a religion. But I repeat, Wahhabism is not a religion, and has not any relation to Islam. It is a pseudo-religion. It is only political ideology. But many of our politicians consider till now that it is a religion. In Saudi Arabia annually one cuts heads to 50-60 people. And recently, in 2010, one had slaughtered with stones a loving couple only because they have got married without having asked the permission to love. Is it really a religion? And it was in Saudi Arabia, where Wahhabism is a state religion. But how can exist the state religion? The religion belongs to the people and to God, but not to the state. If it belongs to the state, it means it influences a policy. It means it is already a political institution, as it was required to prove.